Ну что же, наш новый раздел в рамках курса электродинамики называется электромагнетизм. Мы в шаге от того, чтобы понять, как работает электродвигатель и электрогенератор. Мы в шаге от того, чтобы понять, как устроена рамка металлоискателей, почему ходят поезда на воздушной подушке, как устроен трансформатор. Всё это основано на принципе преобразования переменного магнитного поля в переменное, или, как говорят, вихревое электрическое поле. Итак, мы занимаемся именно этой темой, взаимосвязью магнетизма и электричества, и тема наша называется электромагнетизм. Первый шаг в изучении этой темы мы делаем сегодня, когда обсуждаем ЭДС в движущемся проводнике. Я надеюсь, что ты помнишь, что ЭДС – это электродвижущая сила. Итак, если проводник движется в магнитном поле, он начинает работать, как батарейка. В нём начинает производиться вот эта самая электродвижущая сила, заряды в нём начинают разделяться. Обычно, говоря об этой теме, все приводят пример с летящим самолётом. Когда самолёт летит, а летит он, естественно, в магнитном поле Земли, между крыльями самолёта образуется электродвижущая сила. Я прошу тебя подумать, после того, как ты посмотришь этот ролик, о том, можно ли использовать эту самую электродвижущую силу, которая возникает между крыльями самолёта. Или же никакого промышленного применения этой ЭДС в случае самолёта быть не может. И ещё я хотел бы обратить твое внимание на такое устройство, как рельсотрон или рейлган, как его называют американцы. Это устройство, о котором говорил о возможности и использовании которого говорил русский академик Лев Андрей Черцимович. Эту идею поддержали и американские, и русские учёные. И попытались сделать некое оружие, которое основано на том, что проводник разгоняется в магнитном поле. То есть, изучать движение проводников в магнитном поле, это интересно и важно, как в мирных целях, так и в целях повышения обороноспособности страны. Кстати сказать, советую тебе посмотреть какие-то ссылки и понять, что идея с рейлганом, она как такового применения на данный момент серьёзного не нашла. Но давай разбираться, откуда же берётся электродвижущая сила в проводнике. Рассмотрим проводник. Допустим, это самолёт, который летит со скоростью v в магнитном поле. Мы с тобой понимаем, что берём мы только одну из составляющих магнитного поля Земли, составляющую, которая перпендикулярна скорости. Я так и запишу, что это v, b, прости, это b перпендикулярная. Ну, в реальности магнитное поле Земли имеет составляющую, которая направлена вдоль скорости, и имеет составляющую, которая ей перпендикулярна. Мы с тобой уже знаем, что смысл имеет только перпендикулярная составляющая. А теперь начинаем рассуждать. Я очень тебя прошу, это рассуждение. Если не записывать, то очень внимательно слушать. Ты будешь его воспроизводить много-много раз в этой теме. Итак, электрон, который живёт на крыле самолёта, движется в магнитном поле вместе с самолётом. На него действует сила Лоренца, которую мы определяем или правой рукой, или традиционно левой, меняя результат на противоположный. Четыре пальца по скорости линии индукции входят в ладонь. Вот наверх пошла бы частица положительная, а вниз будет двигаться электрон под действием силы Лоренца. Итак, электроны сосредоточатся здесь, а если электроны сосредоточатся внизу, то наверху будет область, обеднённая этими электронами, по-русски говоря, коротко положительная заряженная. А дальше возникает вопрос, до каких пор электрон будет двигаться под действием силы Лоренца. И разумный ответ, он будет двигаться так до тех пор, пока сила Лоренца не будет скомпенсирована другой силой, электрической. Ведь друзья электроны не очень рады видеть в своей компании новый электрон, потому что они одноимённо заряженные и стремятся оттолкнуться. Именно эту мысль я сейчас запишу на доске о том, что электрическая сила должна быть скомпенсирована, точнее она сама компенсирует магнитную силу. И теперь вспомним, что напряжённость электрического поля связана с разностью потенциалов. Как? Давай вспоминать. Что у нас с тобой выступает в роли дельты Х? Согласись, что в роли дельты Х у нас с тобой выступает размах крыльев этого самолёта. Это Л, я буду его обозначать. А ещё прошу тебя обратить внимание на то, что ЭДС и дельта Фи в нашей с тобой задаче это одно и то же. Потому что это разделение происходит благодаря какой силе? Магнитной. То есть, сторонней, неэлектрической силе. Итак, дельта Фи по модулю это Е на Л. Пожалуйста, не путай заряд электрона, который мы сократили, и Л. Я постараюсь сделать её такой вот гипертрофированной, чтобы мы её не спутали. Так, и пришла пора нам с тобой заменить. Я сотру, а тебя прошу переписать. Заменить букву Е на букву Эпсилон, делённую на Л. Итак, Е это дельта Фи делить на Л, а дельта Фи это тоже что ЭДС. Итак, это Эпсилон, делённая на Л. Ну вот, мы и получили с тобой первую формулу, которая нам будет нужна в теме электромагнетизма. Мы получили выражение для ЭДС в движущемся проводнике. Пожалуйста, запиши её вместе со мной, обведи её в рамочку. Этой формулой можно пользоваться на ЕГ без вывода. И запоминается она очень легко. ЭДС в движущемся проводнике это БВЛ. Что такое БВЛ? Это библиотека всемирной литературы. Если ты запомнишь, что ЭДС в движущемся проводнике это библиотека всемирной литературы, ты никогда не забудешь эту формулу. Единственное, на что я прошу тебя обращать внимание и не забывать, это на то, что ты берёшь Б, строго, только ту часть, которая перпендикулярна скорости движения. А в следующем видео мы обсудим с тобой ЭДС не в движущемся поступательном проводнике, а во вращающемся.